Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость. И на этот раз новость будет связана с уголовной ответственностью в связи с нарушением мер, связанных с борьбой с коронавирусом. Именно данному вопросу посвящен обзору Верховного Суда. Реквизиты этого обзора вы видите. Здесь следует сразу заметить, что данный обзор – это не первый акт Верховного Суда, который посвящен коронавирусу. Так, был уже издан обзор за номером 1. И этот обзор в части административной уголовной ответственности я рассматривал. Ну, применительно к настоящему обзору, то есть обзору номер 2, я рассмотрю отдельные вопросы, связанные с уголовной ответственностью. Во-первых, Верховный Суд вновь затронул вопрос о привлечении по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я думаю, уже многие знают, что это статьи, направленные на противодействие распространению недостоверной информации, то есть на противодействие фейкам. И здесь возник вопрос, что вообще понимать под ложной информацией, которой придается вид достоверной информации. И в данном случае Верховный Суд указывает на то, что лицо, которое распространяет ложную информацию под видом достоверной, должно предпринимать определенные попытки, определенные действия для того, чтобы у других лиц, посторонних, третьих лиц, действительно возникло впечатление, что им предоставляется достоверная информация. И в данном случае такими действиями могут быть ссылки на какие-либо источники, высказывания публичных лиц и так далее. Почему вообще эта ремарка важна? Дело в том, что в настоящий момент достаточно много распространяется информации, в том числе о коронавирусе, которая носит, скажем так, шуточный характер, либо с очевидностью она недостоверна. И в этой ситуации уголовная ответственность наступать не должна, потому что недостоверность этой информации, она очевидна как и лицу, который распространяет ее, так и третьим лицам, потому что лицо, которое распространяет эту информацию, не совершает каких-либо действий для того, чтобы придать этой информации достоверный вид. Следующий вопрос, который был затронут Верховным судом, а наступает ли ответственность за репост недостоверной информации, в том числе связанной с коронавирусом. И в данном случае Верховный суд отдает утвердительный ответ, что действительно ответственность по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса может наступать и за репост. Но здесь необходимо выполнение определенных условий. Во-первых, лицо, которое осуществляет репост, оно должно знать о недостоверности соответствующей информации. Кроме того, у лица, которое осуществляет репост, должно быть намерение распространить ее среди третьих лиц. То есть, если, например, вы осуществляете репост на свою страницу, но эта страница, скажем, закрыта, и у вас, например, там нет подписчиков и друзей, то, естественно, ответственность наступать не должна. Ну и также я полагаю, что должен быть и еще один признак, что все-таки у лиц, которые получают эту информацию в качестве репоста от вас, у них должно также складываться впечатление, что эта информация достоверная. Ну и, наконец, еще один вопрос, который был затронут, это вопрос о том, что понимать под публичностью распространения. Здесь следует заметить, что вообще этот вопрос Верховный суд уже поднимал в обзоре номер один, но здесь есть определенное уточнение, что публичность распространения может осуществляться в том числе с помощью мессенджеров, либо иным способом, но главное, чтобы здесь происходила массовая рассылка, соответствующая ложной информации под видом достоверной. Следующий вопрос, который затронул Верховный суд, это различие между частью второй статьи 236 Уголовного кодекса и частью третьей статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Почему возник этот вопрос? Дело в том, что данные нормы, они устанавливают ответственность за нарушения санитарных норм. И нормы сформулированы достаточно схоже, в том числе по последствиям. То есть и в статье в норме Уголовного кодекса, и в норме Кодекса об административных правонарушениях в качестве последствий указывается смерть человека. И не совсем было понятно, как различать эти составы и к какой ответственности привлекать лицо. Вообще эта проблема, она стояла давно, и я в том числе в самом начале рассмотрения вопросов об ответственности за нарушения мер, связанных с коронавирусом, на своем канале говорил, что очень сложно различить эти составы. И, в общем-то, этот вопрос поставил и Верховный суд. Но, правда, решение его, на мой взгляд, достаточно спорно. Верховный суд указывает на то, что различия все-таки нужно проводить по последствиям. Так, в том случае, если в результате нарушения санитарных и эпидемиологических норм это нарушение привело к смерти человека, то в этом случае ответственность наступает по части 2 статьи 236 Уголовного кодекса. Верховный суд мотивирует это тем, что в административной статье, то есть Кодексе об административных правонарушениях, прямо сказано, что ответственность по административной наступает только в том случае, если нет признаков уголовно наказуемого деяния. Ну а поскольку смерть лица в результате нарушения санитарных норм является основанием для привлечения по части 2 статьи 236 УК РФ, то, по мнению Верховного суда, нет оснований привлекать к административной ответственности. Но на самом деле, почему я говорю, что этот подход спорный? Возникает просто вопрос, а зачем вообще в Кодексе об административных правонарушениях вообще указывалось такое последствие, как смерть человека? Но в любом случае понятно, что как суды, так и правоохранительные органы, они будут руководствоваться именно разъяснениями Верховного суда, поэтому вот этот момент на него необходимо обратить внимание. Ну и в целом, гражданам необходимо иметь в виду те подходы, которые обозначил Верховный суд при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, в том числе в связи с нарушением мер, направленных на борьбу с коронавирусом. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...